давайте вспомним вчера когда мы говорили в рассказе о образах как создается атмосфера повествования и сейчас давайте вспомним образы но это видео да какие тона цвет свет музыка формируют атмосферу как который повествование которой мы увлекаемся этот ролик как бы такое знаете маленькая визуальная притча давайте мы будем его внимательно смотреть и следить за повествованием а какое ощущение грустно что формирует грусть этим музыка давайте сначала начнем с образов значит ну первое что с музыка да какая-то такая ну явно не не рок-н-ролл такой не заводна потом что еще дождь напомнить это это не такие вот темные тона доходе вечерело да вот вечереет что еще все теперь переходим к переживанию что ну как бы вот ощущение да значит что у нас формирует эта картинка эта история оставленность до жалость кто здесь протагонист это кто основной герой на чьей мы стороне вот видите вот магия истории она привязывает нас мы переживаем что она вызывает история сопереживание видите дальше и желание конфликт то есть мы не можем да вот смириться то есть всего лишь сколько там секунда еще еще не минуты уже у нас создалась атмосфера создалась создалось переживание чувства это магия истории волшебство истории буквально в считанные секунды создать нас какое-то переживание и ощущение и более того сопереживание и желание вот этот конфликт сюжет не да теперь мы достигли как пика конфликта так ведь и как мы хотим чтобы эта история закончилась то есть как вот чтобы разрядилась да вот конфликт хозяйка окей какой еще вариант кто-то подберет кому-то она все-таки нужна в этом мире она нужна дальше то есть но такие варианты смотрим завершение я прошу прощения за все слушаем какой там хэппи-энд вы там ходили я что-то не 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 расслышал да вы просто но кто этот ролик создал они мастерски использовали силу историй чтобы потом нас подцепили этот крючок чтобы потом нас развести что играла притчи и на притче иисуса криста цепляют нас что-то знакомые мы что-то ожидаем и вдруг какой-то неожиданная развязка а теперь смотрите вот здесь сталкивается пропозиция утверждение что только пропозиция это утверждение новая жизнь лучше ли новое лучше если бы вначале вышел этот чувак сказал вы знаете новое всегда лучше старого и вы что это спорно это 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 спу это можно об этом поспорить так ведь но создается история она нас волнует потом говорят да это вы просто вынытики мы такие не ничего себе мы ж так вот а вы знаете в чем заключается стыдик а как как еще лампочка была выглядела она такая вот согнута и дождь идет она ей одиноко ей мокро холодно но истина жизнь такова что лампочкам до лампочки дождь сырость одиночество холод и то что вечереет кому не до лампочки на мы история нас связала переплела наши чувства с этой лампочки и мы пер мы атрибутировали то есть мы проспроекцировали свою а ведь лампочка это не человек на не личность но вот она волшебство историй и это герой какой-то и здесь как бы лампы лампочку персонифицируем делаем из нее личность на самом деле а что а мало реклам было что вот помните но уже поменяли потому что была какая-то что новая зубная щетка а потом уже другая они поменяли что когда-то очень жестокая что вроде есть маленькая щетка и взрослый а я когда вырос то хочу быть такой то есть уже убрали это вот что старая но на самом-то деле мы же не ну мы же выбрасываем старые вещи но мы несколько ну кто-то там складирует то есть и вряд ли мы верим что где-то в сарае есть после полуночи при последнем ударе значит курантов часов собирается группа поддержки покинутых выброшенных вещей у них там своя это движение да у них там группа поддержки там они друг ободряют нет мы взрослые люди понимаете да они нету терапии то есть это естественный ход вещей но вот здесь сталкивается здесь функция то что я хотел сказать про позиционного текста и перформативного то есть я мучаюсь с этим словом перформативный текст потому что очень много кто и слышал о теории коммуникативных актов там используется эта перформативность и мне сложно ну что я понимаю как то есть я еще не выдумал альтернативного текста что-то что я веду есть и даже в культуре есть пропозиционный текст пропозиции что такое пропозиционный текст текст который утверждает новое лучше да вот есть у нас какой текст пропозиционный конституция там четко прописано утвердительно что есть что да какие мы имеем права что мы не имеем права потом какие еще есть и подобные тексты уголовный кодекс правила уличного движения. То есть там четко прописано. Нам же не дана, вот, скажем, правила уличного движения, и такие, знаете, серия очерков, рассказов и эссе о водителях, которые правильно сделали поворот, о водителях, которые разбились. Нам не даны истории. Нам даны пропозиции. И в Конституции это не набор романов, где там показывают, как один гений, деятель с детства рос и вырос, стал, и он там написал, и счастливые люди вечно потом его славили за хорошие законы. Все это было в жизни прописано, как повествование. Нет, у нас нету в виде романа, в виде рассказов этих текстов. Это пропозиционные тексты. И мы, и по функции, даже есть проповеди такие пропозиционные, наша риторика или речь может быть такая пропозиционная, то есть что-то утверждать. А есть, как мы решили, А есть Д, А есть Б, то есть вот это есть вот это. Это правильно, это неправильно. Но есть перформативные тексты. Слово перформанс, ну я не знаю, как это лучше, но пока будет использоваться. Что я имею в виду? Тексты, которые не утверждают, что это прямо. Например, песня, там, поэзия, повествование, рассказ. Но когда мы включаемся в это повествование, они формируют нас убеждение. Вот этот ролик о лампочке уже сформировал у нас какое-то ощущение мира, понимание мира, вызвал чувства, какой-то конфликт. Но смотрите, у нас есть пропозиционный текст, скажем, уголовный кодекс, где там, допустим, прописано, что если ты воруешь, то ты сядешь в тюрьму. Но у нас есть перформанс, у нас есть перформативные тексты, у нас есть песни блатные, которые воспевают воровской образ жизни. У нас есть фильм о воровской жизни. Но фильм это тоже такой перформативный месседж, да? То есть через фильм происходит какая-то идея. Там же не объясняется автором, это вот означает вот это. Это означает, мы прослушали историю любви и что-то просмотрели, да? Чему-то научились, эта история нас чему-то учит. Это очень показательно, когда, например, дома мы воспитываем детей. Или как, ну, мы говорим пропозиционно. Нельзя в этом, например, «Папа, что такое добрососедство?» Слышит у меня сын. Я говорю, сын, добрососедство, это когда мы очень хорошо относились к нашим соседям, мы очень вежливые, мы уважительные. А потом я выхожу с дома, а мой там сосед на моем заборе, ну, так, свой ковер. Я говорю, «Эй, Коля, а ну быстро забрал этот ковер отсюда, потому что он нет». И ребенок видит другую историю, другой текст. Чему он больше будет верить? Моей пропозиции? Моим утверждением? Или вот этим вот перформативному воздействию, да? Через мою историю? Так же самое и в церкви. Входят проповедники, очень так пропозиционно вещают. Но люди же видят атмосферу, а жизнь, то есть наш нарратив, наше повествование, наш рассказ, как влияет на наши убеждения? Гораздо больше, чем утвердительные. Ну, мы терпим, люди, мы знаем, у нас есть президент, он говорит нам что-то, но другой рассказ. Хороший или плохой, да, формирует. То есть, понимаете, в чем? И вот Библия не всегда пропозиционная книга. Она также и перформативная. То есть, она вовлекает нас в историю. Вот почему, скажем, в какой-то степени книга Экклесиаста видит такого вот повествования о жизни, да, хотя она первого лица. Вот почему у нас есть ветхозаветные истории, как парадигмы, да, история об Иосифе, которая не говорит утвердительно, да, что начало мудрости Господа боятся. Она показывает об этом, она рассказывает, она показывает модели. Понимаете? И Евангелие, то есть, показывает, ну, что это культура, где личность училась у личности, а не просто переписывала конспект о праведности. И вот такой у нас текст, такая коммуникация, не только через утверждение, но через вовлечение в повествование. И повествование формирует у нас какие-то убеждения, какие-то ценности. Возьмем, к примеру, мы встречаем в Ветхом Завете одну притчу. Там, в принципе, их очень мало, ну, как бы рассказ, да, такой. Давайте вспомним нашу схему, да. Мы начали, вот, например, эту схему, вот с лампочкой, да. Допустим, кто-то говорит нам, да ты знаешь, новое – это лучшее, да ну брось ты. Ну, не веришь, вот смотри, на тебе ролик, да. Мы смотрим ролик, мы такие, аааа, лампочку жалко, ее кто-то подберет обязательно, а потом хлобысь, никто ее не подобрал. Да, а мы как, это кто такой, а вот так вот. А потому что новое, а да, это лучшее. Ты что, ну да, ты что, ходишь старой мобилкой, там, нет. Ну, жизнь такая, да, ну точно. Ну, мы прошли через этот развод, через сюжет, через этот конфликт, через переживания, но это история. Давайте вот посмотрим на примере библейской истории, как притчи, как коммуникации, да. Наша известная история в Ветхом Завете, царь Давид, царь Давид сидит, довольный и смотрит там интернет там или телевизор, в общем, компьютер. А к нему пришел, Господь послал на фанах, вы видите. Вот знаете, у пророков она такая была очень тяжелая роль. Они приходили к царям, и нужно было, они не ходили там простым людям, там им втирали, знаете, уши накручивали. Ну, нужно было идти к царям, потому что цари, если ответственность. И вот он идет и понимает, что надо как-то ему объяснить, что он согрешил. А это не так просто. Сказать царю, что вообще очень сложно сказать грешнику, что он грешник. А уж тем более, когда грешник есть царь. И вот пришел на фан Давиду и сказал, Давид, у меня ролик есть неплохой про лампочку. Хочешь покажу? Давай показывай. Он достает там раз-раз флешку. И вот ролик. В одном городе были два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота. А у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила и на груди у него спала. И была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник. И тот пожалел взять из своих овец или волов, которых было немерено, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека. Сказал Нафану, жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это и за то, что он не имел сострадания. Вот смотрите ролик. Вот эта овечка, какая-то лампочка, вот она главный герой, то есть она образует всю картину, всю историю. Я просто знаю, у меня были Лелики-Болики, я вчера рассказывал, Лелики-Болики, мои дети бегали с этими козлятами, я просто знаю, какая это красота, она такая, тык-тык-тык-тык, поскакала. И смотрите, как описывается, сколько слов тратится на описание этой семьи, ведь это же все. Дети растут, там эта овечка, она одна, она как дочь, то есть член семьи. Тут детки бегают, и она так, тык-тык-тык-тык, с камешка на камешек, с пенька на пенек, раз, и детки проголодались, папа, да, она покушает, прибежали, это овечки, и он всем дал по бутербродику, и сыну, и дочке, и овечке. И напоил каждого, вот они за столом, вот такой вот стол сидят, и он накрылся, и тут овечка, хлопы свои копытца, и тоже там тюк-тюк, пьет, кушает. А потом они легли спать, здесь дети, а здесь овечка. Эта овечка, это просто символ счастья для этой семьи. Заметьте, центром, вокруг чего вращается, здесь описание, не вокруг даже этого человека, овечка, она здесь центр вселенной и счастья вообще, она излучает это счастье. Это контраст. И, конечно, и тут приходит человек богатый, у которого мы считаем, сколько там этих овец? Много мелкого и крупного скота. И несколько, три раза повторяется, который пришел к нему домой. Не к этому, к нему пришел. И тот пожалел взять из того, что у него немерено этих, пошел к этому бедному и отобрал одну единственную овечку. Это возбудительно. Видите, эта история, какую эмоцию вызвала у Давида? Гнев. Он разгневался. Почему он разгневался? Несправедливости. А чем заканчиваются слова Давида? Он не имел сострадания. Он не имел сострадания. Значит, это сострадание у него появилось. Благодаря чему появилось у него это состояние сострадания? Рассказу, ролику о лампочке. То есть, Нафан загружает Давиду драйвер, чтобы обработать последующую информацию. Последующая информация, правильно, Валик, говорю? Последующая информация, вот она. Сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Ты тот человек, который, так говорит Господь Бог, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего, жен господина твоего, налона твоего, дал тебе дом Израиля в Иудин, то есть много овец и скотов, как у этого богатого человека. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем ты пренебрег? Слово Господа сделал злое пред очами его. И дальше знаете эту историю. То есть, с кем себя, ну, привязал, к кому привязал себя Давиду? К тому бедному человеку. К тому. Анафан говорит, ты неправильно нашел своего героя. Ты в этой истории не этот, берет его за уши. И говорит, ты в этой истории, вот этот наглец, этот богач, ты этот человек. То есть, весь гнев вылил. Смотрите, какая идет эмоция. Сначала он его убил, говорит, а потом еще и деньги у него хочет забрать. Достоин смерти, достоин четыре раза за то, что у него возникло сострадание. А у него сострадания не было. И вот смотрите, какую коммуникативную функцию или риторическую функцию играет эта притча у пророка Анафана. Если он пришел бы, сразу сказал бы, эй, ты, царь Давид, старый прелюбодея-развратник, ты что натворил, грешник? Посмотри на себя, на свое лицо, тебе не стыдно? Да? Ты сказал, что? Я взял бы этот кусок трона, и как дал бы, ну, ребята, и это секьюрити бы этого пророка вытолкало бы. Туда Курий бы отправился воевать, на войну. Понимаете, в чем дело? Не было. Но Анафан, пророк от Бога, когда он понимает, что Давид сейчас не способен на такую мысль. То есть ему сейчас нужна не пропозиция, нужно создать такую перформативную коммуникацию. И он загружает ему драйвер, который потом обработает вот эту вот последующую информацию. Вот она, функция библейских текстов. Я не знаю, как это было в онлайне, но, видимо, в начале идет история. Но, вы скажете, мы сейчас, по-моему, говорили об Иисусе Христе и его притчах. Окей? Появился некий учитель закона. Это, помните, наш кубик А, да? Начало. Который, желая испытать Иисуса, спросил учитель, что я должен делать, чтобы получить вечную жизнь. Итак, давайте вспомним наших коммуниканты, да? Коммуникативная цель. Значит, кто у нас коммуниканты? Учитель закона Иисус. Кто вступает первый в коммуникацию? Учитель. Какая у него коммуникативная цель? Коммуникативная цель. Желая испытать Иисуса. Вот его цель, желая испытать Иисуса. Это типичная сцена раввины между собой спорили по торе такие галактические споры для меня вот он желает есть не цель он формирует задачу коммуникативную как эта задача выглядит нужно поспорить или по подискутировать задать вопрос по торе как он там справиться сейчас что он ответит да и он задал вопрос типа что я должен делать чтобы получить вечную жизнь это его экзистенция это его вопрошание ты его предельная озабоченность жизни как чтобы там говорится в законе да то есть это как бы она что ты они не так иисус извините а чтобы этом говорится в законе спасил иисус хотя невежливо отвечать вопросом на вопрос данном случае это иногда правильно с точки зрения риторики а ты что чтобы это говорится в торе что ты там что ты там читаешь ты же доктор теологии ты доктор теологии ты кто теолог или теолог ты задаешь очень детские вопросы так воскресной школе там подивишь его там тебе расскажут что ты читаешь торе я диплом ну люби господа бога твоего всем сердцем всей душой всеми силами всеми своими помыслами и люби ближнего как самого себя ответил тот ты правильно ответил хорошо учился поступай так и будешь жить вечером закончилась коммуникация первая часть коммуникация законченная коммуникация законченная достиг своей цели коммуникант нет он и ну принципе коммуникация закончилась все уже никто не обязан дальше что-то говорить но мы знаем что эта история не заканчивается трая коммуникация значит кому не к коммуникант а не победил то есть не достиг своей цели ну и либо не удовлетворен формирует новую цель как она звучит это значит новое желая оправдаться или почему он задал и что он сделал здесь другой вопрос но новая цель да значит снова ставит задачу спросить сделать ну такое уточнение ну я понимаю там но вот меня вот интересует этот вопрос кто мой ближний либо он хочет оправдать свое предыдущее намерение все таки еще дальше испытать то есть это другой вопрос но он формирует новую цель ставит задачу вступая в следующую коммуникацию и вот тут ролик и вот иисус не не говорит на тебе определение на тебе дефиницию на тебе пропозицию он его помещает в мир притчи включает ролик шел человек из иерусалима верих он не попал руки и разбойников они его ограбили избили и ушли бросив полумертвый и случилось так что шел той же дорогой священник но увидел его перешел на другую сторону также поступил и льви дойдя до этого места и видел раненого он перешел на другую сторону ну вот давайте вспомним подумаем о нашем слушателе он погружен в эту историю переживает чем который попал такую беду помните мы первый день понедельку мы немножко мы гриле по экзистенции сделать эту притчу как пример да вот как нужно мыслить и нужно богословствовать иисус ведет его туда не просто цитата на цитату знаете как игра в карты тогда вот верующие вот играет как в карте берут одну стату а у меня козырь бастом а у меня там круче там вас другой и так играет в карты цитатами здесь интересно что иисус не ссылается на тору не ссылку не он делает кейс то есть случай из жизни берет показывает как это вообще из жизни и переводит его другие контексты принципе функция притч фольклоре в народах как скажем традиции мудрости она либо закрепляет существующие ценности либо разрушает срезает то есть меняет если вы можете посмотреть вот где мы встречаем аналоги притчи это сказки которые формируют модели до повествованиях они формируют молодом поколении в тех кто есть то есть это передача одного поколения другого поколения вот той мудрости тем моделям поведения которые что добро что зло да вот главный герой там русский сказок иванушка дурачок или емеля да то есть но там разыгрываются социальные драмы социальные ситуации дети подрастающие поколения на этих сказках на этих историях учатся или там басни ближайшие басни крылова где какой-то этой такой образной форме высмеиваются какие-то неправильные модели поведения и закрепляют срезаются закрепившиеся и утверждаются какие-то какая-то новая истина но 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 не через утверждение да через такой рассказ так работают пословицы поговорки все у нас нет времени об этом говорить и вот он и в принципе и у раввинов есть такая вы больше может быть знаете агодическая до традиция то есть это принципе рассказы притчи и так далее то есть это типично но здесь главное выставляет не мнение какого-то раввина да не новую какую-то цитату а историю значит она очень важный коммуникативный фактор здесь элемент в этой в этом общении то есть риторический да и вот человек он ожидает скорее всего что мы немножко из истории знаем что между книжниками и фарисеями с одной стороны то есть людьми торы да и священниками с другой стороны храмовой скажем элитой было немножко такой тенчин напряжение не знаю об этом то есть но было такое нельзя сказать чтобы была вражда на какой-то вот недолюбливание то есть фарисеи книжки считали что ну закон гораздо что есть но и более шире смотрели они более пламенели жизнью словом тора и отсюда вот почему появились синагоги да то есть как не то чтобы альтернативные но параллельный вариант религиозной духовной жизни и принципе фарисеев времен иисуса христа можно сравнить современные переложить их на карту современного христианского мира с направлением как вы думаете ну вот ну что вы как бы вот если взять вот скажем современную с кем один вариант с протестантами другой вариант какой с православными какой еще вариант есть с евангельскими христианами всех мастей знаете почему потому что фарисеи у нас возник такой уже ну немножко такой негативный да вот что фарисеи это значит синоним законник лицемер ханжах но фарисеи это было евангельское движение в израиле знаете почему первое они очень любили слово божье они им жили второе они его проповедовали третье они их бы хотели жить им словом божьим кому-то напоминает соло скриптура евангельских евангельских христиан сейчас слово божье и ну а храм все это но вот немножко вот это законы доктрина кашрута потом эти омовения там все то есть это шла какая-то такая еще ну расширенная версия помимо храмовой жизни да то есть они были верны храму но их жизнь была то есть это принципе больше напоминал евангельских христиан вот сейчас они пламенели торой то есть словом божьим они проповедовали хотели чтобы все жили и же там было не масса направлений масса направлений но вот что-то из истории мы понимаем что у них было кое-то поэтому может быть это может быть она наша реконструкция этот книжник учитель закона подумал ну священник ли вида они из на это способны потому что не очень они понимают тору только из ее ритуальной стороны ведь что он он увидел да и обошел потому что тора ему запрещает да священнику прикасаться к ну мертвому но книжники они они глубже фарисе они глубже понимают тору для нее с велик двум положением любовь бога и к ближнему и он так конечно что от них ожидать ну понимаете немножко так обобщая что от них ожидать но вот если бы шел настоящий верующий настоящий тот кто понимает суть закона а суть закона это любовь а не ритуал да вот он бы оказал бы милость и кого он ожидал третьим такого же а ну сказать чтобы мы говорили что иудаизм это религия праксиса конкретно сказать кто мой ближний кому я оказываю милость а милость она выражена в действии а не просто в любви о я так был я так любил бы я бы я молюсь о тебе брат нет по-настоящему он показал ему и он конечно же ожидал что придет такой же верующий пламенный любитель слова божьего послушные торе и и послушен в ее воплощении а кто нашел третий а самарянин самарянин же дойдя до того места и увидел раненого не не а самарянин который проезжал там же поравнялся с ним и увидел пожалел его он подошел к нему а мы в вином и смазав оливковым маслом его ранее перевязал их посадил его на собственного мула сам значит пришел пешком привез в гостиницу и там за ним ухаживал утку там выносил там не знаю там переключал ему там все каналы там фильма там коктейли ему приносил не знаю там что он там а на следующий день уезжая он дал хозяину гостиницу две серебряные монеты и сказал позаботься о нем а если даже он там себе закажет танец живота там я не знаю там или сходит боулинг там то счет пришлешь мне я оплачу не проблема сверх того на обратном пути я тебе отдам кто из троих по твоему оказался ближним здесь очень важно вопрос поставить вопрос кто оказался ближним пострадавшим от разбойников а кто пострадал от разбойников еврей так кто а вопрос кто задает еврей так кто оказался ближним еврею ну тот кто перевез тот кто проявил к нему милосердие ответил тот иди и поступай так же это шок то есть когда мы посмотрим на структуру видим что ход беседы делится на две такие интеракции да то есть два два акта коммуникативных среди они симметричны то есть мы сейчас опять пороемся в структурах помните структура содержание это вот все и функция от этого вот я просто не буду повторять помните то есть нам нужно вот просто вбуриться вот в текст значит смотрите на первый взгляд они симметричны и там и там начинается с вопроса да там желая испытать что я должен делать а там желая оправдаться кто вы ближний там ответ и там ответ в конце призыв иди поступай так же и в конце второй тоже призыв поступай так же единственное симметрию и что интересно что ответы всегда дает сам вопрошающий первый раз он иисус просто его вернул к торе говорит ну давай давай скажи ты знаешь вот это ну я согласен с тобой все правильно никаких проблем а вот есть еще такая вот момент вот ты скажи вот это вот кто ближний окей и тут смотрите симметрию этих двух трансакций двух коммуникаций разбивает притча которую нет и вот она здесь является вот этой вот бомба эритрической опять же коммуникант а сам отвечает на свой вопрос и вот здесь очень и а теперь мы смотрим как это соотносится совсем со всех коммуникаций да ведь ведь притча иисуса христа в данном случае является частью того набора притч который лука как композитор как автор как тот кто это евангелие сделал и это есть часть общий замысел евангелия или общий общий замысел луки да помните мы говорили о историях что много событий было автор выбирает какие-то события формирует их какую-то определенную структуру с персонажами и сценами для определенного замысла значит какой-то был замысел луки значит этот замысел диктовал на выборку притчи а притчи было очень много хранилось в тех общинах в галилее в палестине в этих общинах по то время когда уже лука приехал и собирал то есть эти притчи это устная традиция все устно хранилось понимаете это не проблема для них это мы не можем запомнить очень много информации и вот значит это влияет на понимание притчи то есть ну вот такая вот значит первый уровень коммуникации здесь мы видим такой вот нижний да Иисус и книжник понятно что эта коммуникация показывает раскрывает другую траекторию да или уровень коммуникации Иисус чему-то хочет научить своих учеников но и это наконец-то помогает нам понять коммуникацию Луки и Феофила понимаете из частного вспомним вчерашнюю идею из частного фрагмента квадратика мы собираем общую картину знаем общую картину а общая картина диктует нам функцию понимания каждого частного фрагмента как понять частную картинку из всех фрагментов Луки мы собираем его богословие его богословская картина дает нам лучшую интерпретацию лучший подход к пониманию каждого потом частного элемента такая спираль герметическое. То есть, теперь у нас есть рассказчик, есть слушатели. Что услышали и поняли непосредственные слушатели истории, притчи? Вот что нам нужно знать. То есть, что они, то есть, это первый вопрос. В этом есть суть герметики. Что автор написал? Читатели, что им нужно понять из написанного автора? Да, ну, как бы вопрос. Для чего? То есть, это вот коммуникация с текстом, да? Потому что она есть часть коммуникации автора с читателем. Например, Феофил, да? То есть, что этот труд Луки должен был сказать Феофилу? Кто он такой вообще? Какая церковь или церковь или общины стоят за этой личностью? Какие были проблемы и нужды вот этой общины и церкви? Скорее всего, это смешанные общины. Более того, ну, по моему, что Феофил, если был язычник, то он был из боящихся Бога, который не сделал когда-то шаг, ну, не стал празелитом, но был, потому что у Луки в деяниях очень часто нам встречаются боящиеся Бога. И даже у Луки в Евангелиях мы встречаем там сотника римского, да, который симпатизировал иудаизм, и даже спонсировал какую-то синагогу. Ага, это неспроста. Если появляется зонтик, будет дождь. Если очень часто говорится о боящихся Богах язычниках, скорее всего, на другом конце провода текста, вот это категория людей. Они когда-то уже были близки. Это не просто новые язычники, которые только услышали впервые. Они уже знали Тору. Почему в Евангелии у деяния апостолов много проповедей таких библейских истолковательных? Петра, все, Сторый. Почему пример верийцев был взят, когда в синагоге они перечитали Ветхий Завет? Значит, на другом конце провода были не просто язычники. Были, как минимум, Феофил, даже свое имя, Феофил, любящий Бога. Многие ученые спорят, что это может быть и не реальная личность, а просто как собирательный, да, образ такой был литературный прием, или образ читателя, или модель читателя. Но как бы там ни было, мы можем выстроить эти его траектории, да, кто был на другом конце провода. Скорее всего, я, просто, мое убеждение, Феофил, если и был язычником, то он был из боящихся Бога. Когда-то. Потом он услышал проповедь о Мессии и принял христианство. То есть он уже вошел в христианство не через празелитизм раньше, но он уже был боящимся Бога. Он знал Тору, знал немножко, он был монотеистом. Какая церковь или церковь? Скорее всего, смешанные. Скорее всего, смешанные. И была там, какая были проблемы и нужды, а были огромные проблемы и нужды. Это разделение, во-первых. И мы видим, что из деяния апостола, из многих текстов, было, во-первых, разделение между иудео-христианами и христианами и язычниками. Более того, среди иудео-христиан были разделения между тех, кто проживал в Иерусалиме, в Палестине, и тех, кто приехал потом. Эллинисты. Деяния апостола, эллинисты. Это не греки. Это евреи, которые приехали с диаспоры в Иерусалим. Которых, бывает, родители отправили детей, которые более благочестивые, отправили в Иерусалим, чтобы он там жил. Или с нами на Старый Свет. Поэтому мы встречаем в синагоге либертинцев, более отпущенных, в синагоге эллинистов. Это не язычники, приехавшие в Иерусалим. И между ними был конфликт. Такой же, как если вы сейчас поедете в Израиль, вы знаете, кем будете там? Русскими. Вы не верите? Вы верите. Будете русскими. Хотя вы докажете свою роду словно, там, да, не знаю, там, да, в рамо. Не имеет значения. Вы будете русскими. Да. Так же, как и американцы, которые приехали, немцы, которые приехали. Да. То же самое было тогда. Разделение уже было в церкви. А вспомните первый конфликт, когда появились семь дьяконов. Между кем он был? Вдовы эллинистов были пренебрегаем. Не греков, не язычников. Греко-говорящих евреев. Значит, мы имеем проблему разделения, разобщенность церкви. Более того, это не только по таким вот еще, скажем, горизонтальной, по вертикальной. Этот мир, это античный мир. Мир рабов, слух и господ. В принципе, не так сильно поменялась и сейчас картина мира. Значит, была своя стратификация. Феофил достопочтенный. Этот термин достопочтенный. Гриль, скорее всего, указывал, что он был из такого, ну, пусть не олигархического, но VIP. То есть это был достаточно богатый и имеющий положение человек. А Лука экстремально, просто экстремально, он ему пишет, вот, что он хотел сообщить во филу и христианского круга. А он экстремально пишет ему и делает такие социальные контексты, такие акценты, что его социальная риторика просто выпирает. Она становится, он похож на Матфея и Марка, но там такие акценты. Например, сразу мы встречаем первую пару супружескую Захарию и Елизавета, которая социально немножко принижена. И ты снял с меня поношение, поет Елизавета. Поношение, потому что она не могла родить. Сразу же Лука развращивает такую картину и он продолжает дептерономическую богословие второзакония и Исаии. Сразу идет в низины, в маргиналы, в маргинальные слои и потом в Амхарец. пастухам открывается Марии, бедной девушке. Иисус не из потом акценты у Луки проповедь Исаия бедных, нищих, закобаленных. И он говорит языком юбилейного года. Он не объявляет юбилейный год. Он говорит этим языком. Иисус у Луки в синагоге. А потом его чуть не сбросили. Потому что он говорит, что много было вдов, но Бог послал Илью куда? К язычник. И это не могли выслушать. Уже Лука рисует какие-то акценты очень серьезные. Дальше мы встречаем богача и Лазаря. Только у Луки конфликт богатого и бедного и нищего. И на чьей стороне оказывается Бог нищий. А это что-то новое? Вы Тору пересчитайте. На чьей стороне Бог всегда. Рабов он внизу. Это вот эта метафора когда-то или образ Бога-освободителя и на стороне рабов подпитал богословие освобождения Латинской Америки. У Луки мы встречаем раскаившегося Захея, который сказал, что я теперь воздам четверо. У Луки воспевается бедная женщина, которая кинула там две копеечки. У Луки Нагорная проповедь превращается в проповедь социального порисания. Проклятые, богатые, благословенные вы, нищие. И не нужно читать это так, знаете, так читать прямо нужно. У Луки какой-то потрясающий портрет. И он бросает куда? Он пишет богатому, ну, человеку при власти. Пишет такие, поднимает такую социальную проблему, он показывает точно, он идет в духе Иисуса, в стиле интерпретации Иисуса. И вы еще какие-то вспомните притчи у Луки, где они очень экстремально социально акцентуированы. А потом мы встречаем Деяния апостолов в Иерусалиме, общину, которая одна фраза характеризовала, не было никого нуждающего. Знаете почему? Потому что было одно сердце, одна душа. Люди продаводелили, потом они совершали это, я говорил, что они кушали там каждый день, пишется, что пылами не хлеба, они не совершали ритуалы хлеба, они реально восполняли нужду, потому что первый главный вопрос для мужчины того времени, как я прокормлю сегодня свой дом, свою семью? Лука рисует, и там очень такой момент интересный, понимаете? Рисуются потрясающие картины, как должно воплощаться Царство Божие в общине Иисуса Царя, Иисуса Мессии. А уже нету ни грека, ни язычника, ни еврея, ни богатого, ни бедного, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Новое творение, пишет Павел, один из разработчиков нового богословия, который понял он, в чем дело. Нету отчуждения, творится единый народ, силой Святого Духа, вот почему Пятидесятница, потому что евреи, еврейской традиции, евреи говорили, что это день Шавуо, праздник, это праздник вручения Торы, что Тора разобьется на 70 языков, Слово Божие, что произошло в Пятидесятницу, Тора начала провозглашаться, а Боги весь начал на разных языках, Дух делает то, что не может делать плоть, что делает Дух, сметает все барьеры, которые мы с вами построили, этнические, культурные, социальные и политические. Это наше дело, Дух это все сметает, творит новое творение, это богословие Луки, вот почему говорится притча, вот какую она решает проблему, кто мой ближний, сначала еврей спрашивает, кто мой ближний, ему отвечают, самарянин, поступает так, с евреем, как с ближним, и он становится примером. Следующая проблема, да, да, круг, и вот здесь вращается, здесь спор вокруг, кто лучше понимает Тору, кто ее правильно интерпретирует, здесь Иисус лучший толкователь Торы, а теперь иудеи, иудео-христиане, христиане своей культуры, то есть мы можем смотреть с верой потом применение, да, как это можно теперь применить сегодня, а как после перерыва, который сейчас, тоже... так, вот, так, мы можем поговорить с опытом, найти эту ненавидность, мы можем сделать